В ролях Режиссеры Альдес Альвинг, Тони Вега, продюсер Луис Льоса-Уркиа. 77 серия Режиссеры Альвинг, Тони Вега, продюсер Луис Льоса-Уркиа. А что ты скажешь о том, что сюда вложено? Я говорю не только о деньгах. Я говорю об иллюзиях, о надеждах, которые ты возлагала, потому что ты пришла в этот дом с надеждами. Поэтому он должен дать тебе объяснение. Какое объяснение мне даст Филиппе? Любое. Любое. Ты останешься, слышишь? После того, как ты его выслушаешь, ты решишь, остаться тебе или уйти. Но сначала пусть он тебе объяснит. Ты не уйдёшь через заднюю дверь. Знаешь, кто уходит через заднюю дверь? Знаешь, кто? Любовницы. А ты не любовница, дорогая, ты жена. Так что поговоришь с ним, скажешь, что ты чувствуешь, и пусть он тебе всё объяснит. Ты не освободишь поле, чтобы он остался с домом, с деньгами и с этой, как её, Калентиной. Потому что он не останется с Калентиной. Со Стервозиной. Вот кто она. Калентина, Валентина, какая разница? Ты должна бороться. Хорошо, я подожду. Я попрошу объяснений. Но это на твоей совести, Сильвия, потому что я не знаю, сколько я выдержу. Убери свою одежду. Убери ты. Это ведь твоё решение. Мне надоело быть плохим героем фильма Густаво. Что я сделал? Женщина идёт на конкурс, чтобы выйти замуж ради денег. И она мученица. Я делаю то же самое. И я мошенник, мерзавец, негодяй. Мир очень несправедлив, брат, очень несправедлив. Разве я сделал всё неправильно? Я порвал с Валентиной. Я поставил финальную точку в наших отношениях до того, как всё это началось. А Эва? Кем была Эва? Где она жила? Кто её знал? Какое у неё было будущее? Скажи, кто знал Эву? Никто. Никто. Сейчас её любят все. Все обожают. Бедная Вита, такая добрая, такая святая. А этот мерзавец заставляет её страдать. Да что же это такое? Ты прав, ты совершенно прав. Спокойно. И всё почему? Всё почему? Потому что я жертвую собой, чтобы сделать её мечты реальностью. Чтобы она действительно была замужем за миллионером. Чтобы купила своему отцу лучший кабачок страны. Что я говорю, кабачок? Роскошный ресторан. Гастрономический центр. Да, да. Знаешь что? Центр средиземноморской еды. Ну, замолчи. Да, да. Что она захочет, Густаво? Что она захочет? Я хочу дать ей всё. Всё. Я дал ей фамилию. Особняк. Пока он принадлежит маме, но однажды станет моим. Я не хочу сказать её. Её, мой и детей, которые у нас будут. Ты собираешься иметь детей? Да, да. Чуть позже, Густаво. Потому что всё, 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 что я сделал, я сделал ради её счастья. Согласен, я немного солгал. Но не для того, чтобы причинить ей зло. Я лгал, чтобы защитить её. Только чтобы защитить её и дать всё, что она заслуживает. Всё. Что вы на меня так смотрите? Какой ужас. Какая безвкусица. Как это возможно, что мой сын Филиппо участвует в подобной глупости и подвергается такому унижению, Роберто? Это невероятно. Показывать свою жизнь и свою интимность перед миллионами телезрителей. Я устал, Хисела. Как это? Ты не побудешь со мной? Ты должен проявлять солидарность, Роберт. Хотя бы побудь со мной, пока я смотрю, что вытворяет мой сын. Я пойду отдохну. Да, я пойду отдохну. Ты невоспитанный, Роберто, невоспитанный. Будь осторожен в своих поступках, потому что я не из тех женщин, которые терпят всё. Алло, Валентина? Привет, Хисела, это ты? Да, кого ты ждала? Я жду один очень важный звонок. Я слушаю. Я позвонила спросить, видела ли ты телепрограмму. Даже не напоминай, чудовищно. Ради бога. Какая из этой женщины актриса? Ничего можно ждать от кухарки, ничего хорошего. Ты слышала, как она говорила? Она не способна вызвать чувства даже у мухи. Какой ужас. А мать даже превзошла её. Казалось, она читает, но не видит, что читает. Нет. Это было так патетично. Ты, наконец, забеременела или нет? Пока не знаю. Нужно подождать. Что-то произошло, Валентина? Тебе удалось уломать Филиппа? Да, да, Хисела. Когда ты станешь бабушкой, когда я об этом узнаю, я тебе сразу сообщу. Ты узнаешь об этом первой. Пока. Что это с ним? У Валентины определённо плохо с головой. Спокойной ночи, Густаво. Брат, иди сюда. Не отчаивайся, брат. Эва женщина, и как любой женщине, ей нужно немного любви. Как любой женщине. Я готов отдать ей всю мою любовь. Верно, я несколько вечеров оставлял её одну, чтобы удовлетворять дурацкие прихоти Валентины. Но это закончилось. С сегодняшнего дня ничто не заставит меня уйти вечером от жены. Хорошо бы, брат. Потому что пока Эва с нами, наши проблемы решены. Я хочу сделать её счастливой не для того, чтобы решить наши проблемы. Нет, сеньор. Я хочу сделать её счастливой, потому что Эва это заслуживает. Я хочу сделать её счастливой, потому что она моя жена, Густаво. Потому что Эва – женщина, с которой я хочу разделить остаток жизни. Что это? Твоя одежда и остальные вещи. Зачем ты их сложила? Потому что ты уйдёшь, Филиппо. Ты уйдёшь из моей комнаты. Из твоей комнаты? И где, по мнению сеньориты, я буду спать? Это не моё дело. В доме полно комнат. Решай сам. Что ты говоришь? Ты сошла с Умаева? Это моя комната. Твоя комната? Хорошо. Тогда я уйду, Филиппо. Нет, нет. Минутку, минутку. Подожди. Куда ты пойдёшь? Куда угодно. Я могу спать на софе, на ковре, на кухне. Я готова спать в любом месте, только не с тобой. Но почему? Почему? Ты ещё спрашиваешь? Не будь циником. Я ухожу, Филиппо. Я не хочу тебя видеть. Минутку, Эва, минутку. Хорошо, хорошо. Я уйду, уйду. Буду спать. В детской комнате. Какой детской? Нет, нет. Нет, у нас нет детей. В комнате для гостей. Там нет кровати. Не важно, не важно. Я устроюсь. Буду спать в гостиной на одном из этих ужасных диванов, которые привезли с телевидения. А завтра, когда ты немного успокоишься, мы поговорим. Завтра поговорим. Пока. Не смейся. Не смейся. Это очень серьёзно. Густаво, если бы ты был настоящим другом, ты бы разделил мою депрессию. Что случилось? Неужели Эва предпочитает, чтобы ты спал у Валентины? Густаво, замолчи, не будь идиотом. Помоги, мне тяжело. От чувства вины? Нет, глупец, от чемоданов. Я не знаю, что с ней. Я не знаю, что с ней. Она как одержимая. Сказала, что она согласна на что угодно, только не спать со мной. На что угодно? Сказала, что если я не уйду из её комнаты, уйдёт она. И я знаю, что она не шутила. Она говорила серьёзно. Она ненавидит меня, Густаво. Эва меня ненавидит. Откровенно говоря, брат, тебя не любят даже собаки. Мигель. Мама, прости. Малыш, я услышала шум и подумала, что это кто-то из девочек. Я даже представить не могла, что это ты. Мама, прости, я не хотел беспокоить. Я не хотел тебя разбудить. Я воспользовался моим ключом. Всё хорошо, малыш. Это твой дом. И ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Ешь спокойно. Ешь. Ты съешь только это, Мигель? Я тебе что-нибудь приготовлю. Что-нибудь горячее. Нет, нет, мама, мне этого хватит, правда. Нет, Мигель, я тебе что-нибудь приготовлю. Знаешь, Педридо. Думаю, я потеряла Каролину до того, как она уехала. Мы всё время спорили, ссорились, почти не разговаривали. А последняя встреча была ужасной. Мы сказали друг другу ужасные вещи. Она так изменилась, Кума. Каролина всегда была с характером. Но в последние годы стала очень агрессивной, особенно с тобой. Надеюсь, сейчас, когда её жизнь изменилась, она избавится от этой ненависти. Очень на это надеюсь. Хорошо бы. Пусть бы расстояние и одиночество помогли ей оценить то, что она оставила здесь. Скажи, как ты себя чувствуешь из-за Мигеля? Как я могу себя чувствовать? Мне больно. Очень больно. Я всё ещё люблю Мигеля. Но его поступок не имеет названия. Это так ужасно, чудовищно, омерзительно. И главное, с кем он это сделал? С кем? С кем? Но всё это уже позади. Думаю, я приняла верное решение. Мой бедный мальчик проголодался. Мне не нравится, когда кто-то из моих детей голодает. Этого никогда не было. Мигель. Я очень беспокоилась. Как ты? Хорошо. Хорошо. Всё нормально. И ты такой голодный. Приходишь домой ночью, чтобы поесть. И ни разу не позвонил. Это ты называешь хорошо? Ради бога, Мигель. Я могу быть француженкой, но я не идиотка. Скажи мне, что с тобой? У тебя проблемы? Ты расстался с Ассуньзьон? Ты с ней поссорился? Скажи мне правду, Мигель. Ты мне не скажешь, что с тобой. Хосе Луис. Прости, что я звоню в такое время. Но ты сказал, что я могу звонить, когда захочу. Эва? Какой сюрприз? Нет, правда. Когда я увидел твой номер, я очень удивился. Серьёзно. Нет, нет, не беспокойся. Для тебя у меня нет расписания. Я рад, что ты мне звонишь. Что-то случилось? Нет. Я позвонила, чтобы узнать, как ты. Я в порядке, в порядке. А как ты? Уверен, ты поссорилась с этим животным, Филиппо. Хочешь, чтобы я приехал? Нет. Нет, я же сказала, что всё хорошо. Я тебе не верю, Эва. Клянусь, всё хорошо. Я позвонила, чтобы поздороваться с тобой. Нет, так не пойдёт. Всё закончилось, закончилось. Это моя комната, и я имею право спать в ней. Всё закончилось. Где это видано? Почему я не могу быть в моей комнате? Это моя комната, моя комната. Я тебе не верю, Эва. Филиппо что-то тебе сделал. Скажи, что он тебе сделал? Я потом позвоню. Сейчас я не могу говорить с тобой. Понятно. Вот почему ты хотела, чтобы я ушёл из комнаты. Чтобы ты могла говорить с мужчиной. Как ты смеешь просить у меня объяснений? Ты, именно ты должен мне многое объяснить. Ты будешь меня оскорблять. Я застаю тебя за разговором с мужчиной, а мерзавцем оказываюсь я. Не продолжай, Филиппо. Больше ты не заморочишь мне голову своей ложью. Я знаю правду. И теперь я понимаю абсолютно всё, Филиппо. Какую правду? Что ты разорён. Что у тебя ничего нет. Что, когда ты пошёл на конкурс, у тебя не было ни Сантава. Что ты выдал себя за миллионера, потому что это было твоё единственное спасение. Откуда ты взяла эту глупость? Кто тебе это сказал? Какая разница, кто мне сказал, Филиппо? Я знаю это. И этого достаточно. Ты пошёл на конкурс, потому что тебе нужны были деньги. Поэтому ты должен был жениться на самой наивной и самой глупой. Поэтому ты выбрал меня. Ты понял, что я была влюблена в тебя. И ты мог обмануть меня, как ребёнка. Нет, Эва. Это не так. Таким был твой план с самого начала, Филиппо. С самого начала. Это была ловушка, устроенная тобой и Валентиной. Валентиной? Валентина здесь ни при чём. Не отрицай. Валентина — часть всего Филиппо. Валентина позволила поиграть со мной, чтобы отнять у меня деньги. Это неправда, Эва. Правда. Вы остаётесь любовниками, Филиппо. Вы виделись тайком практически каждый вечер после нашей свадьбы. Или ты думаешь, я настолько идиотка, что не поняла этого? Хотя, конечно, я не знаю всего. Возможно, она дала тебе разрешение целовать меня, заниматься со мной любовью. Ты получил лицензию, да? Эва, не продолжай. Это не так. Ты будешь отрицать, что был разорён, когда пошёл на конкурс? Нет, не буду. Будешь отрицать, что тайком видишься с Валентиной, выдавая это за деловые встречи? Будешь отрицать? Всё не так, как ты думаешь. Дай мне сказать. Я не хочу тебя слушать. Я позволяла тебе говорить и верила тебе, поэтому всё дошло до такой точки, Филиппо. Я слушала тебя и оказалась в западне. Я как идиотка поверила, что ты меня любишь. Как любила тебя я, Филиппо. Определённо я родилась, чтобы мужчины меня обманывали. Я больше не хочу тебя видеть, Филиппо. Выйди из моей комнаты. Тебя нет больше в моей жизни. Уйди. Тебя нет больше в моей жизни. Это правда. Произошло именно это, мама. Мы со Суньсён расстались. Я знала, знала, что из этого ничего не получится. Мама, пожалуйста. Что себе думает эта сеньора? Она заставила тебя поссориться с отцом, противостоять мне, поссориться со всей семьёй. Она изменила твою жизнь и после этого оставила тебя. Мама, это я виноват. Не защищай её, Мигель. Не защищай передо мной. Пожалуйста. Эта женщина принесла боль и раздор в нашу семью. Она изменила твою жизнь. Она увела тебя из дома. А потом оставила одного, умирающего от голода. Мама, мама, это я виноват. Я поступил плохо. Я поступил очень плохо. Поэтому Суньсён выгнал меня из дома. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Прошел потому, что думал, что это Сильвия или Лорена, у них что-то случилось. Но это ты? Ладно. Мигель, подожди. Останься. Подойди, сядь. Ты вернулся домой или все еще живешь у Эдуарда? Ты хорошо информирована о моей жизни. Полагаю, тебе это рассказал Эдуарду. Ведь я просил этого болтуна ничего не говорить. Что такого, если я знаю о твоей жизни? Меня огорчило то, что произошло с Ассуньон. Правда? Я сожалею. Дело во мне. Я потерял ее по своей вине. Я поступил как мерзавец. А почему ты такая? Ты знаешь, Мигель, ты был прав. Ты был прав, когда уговаривал меня не выходить замуж за Филиппа. Когда говорил, чтобы я ему не верила. Ты оказался прав. Знаешь, сестренка, я сомневался, что был прав. За последнее время я многое понял. И в первую очередь, что я не умею обращаться с женщинами. Что я их не понимаю. Мне не терпится хорошенько позавтракать. Завтрак готов, Пако. У моей француженки все готово, как всегда. Привет, мама. Эва. Так, что здесь делает эта парочка? Или мне снится сон? Садитесь. Завтрак готов. Француженка, ты знала, что мальчик дома и не сказала мне? А ты, Эва, что здесь делаешь так рано? Где твой бесстыжий муж? В чем дело? Он прогнал тебя из дома? Он тебе что-то сделал? Я способен пойти и свернуть ему шею. Успокойся, папа. Лучше скажи, почему ты сидишь на стуле. Верно, папа. Где твоя коляска? Что? Что это значит? Ничего. Врач сказал, что меня трудно одолеть. Первое время я могу немного прихрамывать, но через какое-то время буду ходить, как раньше. Как хорошо. Отлично, папа. Это замечательно. Врач сказал, что папа быстро поправляется, и чтобы он понемногу двигался, но не злоупотреблял. Француженка, не порти новости. Я уверен, папа, что через несколько дней ты полностью поправишься и будешь ходить самостоятельно. Я знала, что ты встанешь на ноги, мой красивый папочка. Слава Богу. А теперь садитесь, будем завтракать. Эва, ты должна объяснить мне и папе, что ты здесь делаешь так рано. Давай, рассказывай. И не только Эва. Мигель тоже должен много объяснить. Я тебя разбудил? Честно говоря, я старался не шуметь, но гостинное неподходящее место для сна. Не начинай свои глупые шутки, Густаво, мне плохо. Я представляю. Хотя я не понимаю. Ты поднялся с намерением сказать Эве, что она твоя жена, что это твоя комната, и ты имеешь право спать в этой комнате. Я тебе сказал, что не хочу говорить об этом. Что произошло? Нечто очень серьезное, Густаво. Ты ее убил? Конечно. Конечно, поэтому она не спустилась завтракать. Она всегда спускалась первой. Филиппе? Филиппе! Ты убил жену. Не будь дураком. Скорее, это... Скорее, это она убила меня. Ты можешь объяснить получше? Честно говоря, все это кажется очень серьезным. Так и есть, так и есть. Эва знает все о Густаво. Я бы все отдала, чтобы быть там и увидеть лицо Эвы, когда ты сказал, что Филиппа мой любовник. Какой успех. Стоп, стоп, уважение. Не смейся над ней, его станет моей женой. Слушай, Эдуарда. Когда его станет твоей женой, клянусь, я не буду смеяться над ней. Но пока она жена Филиппа, я буду говорить то, что мне хочется. Я рада, что она знает, как себя чувствует женщина, когда у нее отнимают жениха. Нет, Филиппа сам бегал за ней, как собачонка. Ради бога, какая отсталость, как собачонка. Но чего еще можно ждать от такой посредственности, как ты? Я представляю, что сейчас говорит Эва. Эва, нет, Эва, нет. Эва, дама, она не способна говорить плохие слова. Она не сказала ничего плохого в мой адрес, когда я обошелся с ней по-хамски. Скорее всего, сейчас они уже не вместе. Поглянись. Это правда, я знаю Эву, она ненавидит ложь. Правда? И главное, Эва очень ревнивая. Я рада, что она страдает по моей вине. Я очень рада. Она этого заслуживает. Ты говорила с Филиппе? Нет. Разумеется, нет. Я собираюсь исчезнуть, потому что не хочу, чтобы он заподозрил, что я помогла его женушке узнать о нас. Бедняжка, представляю, как она страдает. Все? Абсолютно все? Твое разорение, твои планы, твои намерения, все? Включая беременность Валентины? Нет, этого она не знает. Во всяком случае, она об этом не сказала. Приберегла для обеда. Нет, нет, Густаво. Если бы Эва это узнала, она бы сразу ушла. А если она ушла? Нет, нет. Я проверил ее комнату. Она ничего не взяла. Теперь ты говоришь, ее комната? Ну, это так. Она сама меня прогнала? Но она пока не ушла, Густаво. Полагаю, это дает мне какую-то надежду. Это так. Надежда умирает последней. Клянусь, я чувствовал себя тараканом, когда она бросала мне в лицо правду. Как она узнала? Не знаю. Не знаю, но все всплыло. Даже больше того, что я делал. Больше? Да. Она уверена, что я разработал этот план с Валентиной. Она считает, что мы остаемся любовниками, и что она моя сообщница. Какая фантазерка. Как можно думать такое? Хотя, если откровенно, сначала мы хотели сделать именно это. Да, но я не мог это сделать. Я никогда не хотел причинить Эве зло. Никогда не хотел обидеть ее. Брат, теперь, когда она все узнала, вряд ли она поверит тебе. Мама, мама, пожалуйста, сядь, позавтракай. Я еще не все подала. Мама, все на столе. А если кому-то что-то понадобится, встанет и возьмет сам. Сядь, мамуля наша красавица. У тебя температура? Все, 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 все. Нет, нет. Вы меня простите, но я не понимаю, что здесь происходит. Анне. Да. Подождите, подождите. Прошу тишину, банда варваров. Я хочу сказать несколько слов. Не беспокойтесь, я недолго. Хочу начать с того, что я очень счастлив, потому что вокруг стола собрались все мои дети, как раньше. Вы знаете, что это ваш дом, и вы можете приходить сюда, когда захотите. Не подумайте, что я радуюсь, Эва и Мигель, что вы здесь, потому что ваша жизнь не складывается. Вернее, она идет не так хорошо, как хотелось бы. Тем не менее, я доволен, что, несмотря ни на что, мы сплоченная семья. И этот завтрак подтверждение того. Так что давайте есть, а то мать убьет вас. Не втягивай меня в свои дела, Пака. Давай, Мигель. Я сам положу, мама. Как здорово. Откройте дверь. Я открою. Посмотри, это, папа. Да. Доброе утро, семья. Эва, какой сюрприз видеть тебя здесь в такое время. Мне очень бы хотелось узнать, кто сказал Эве всю правду. Может, Валентина? Нет, Валентина начала бы с беременности. Это правда. Осторожно, Густаво, не разбей ничего. А то потом Хосе Луис вычкинет из моей зарплаты. Я знаю, Хосе Луис. Я знаю, что она говорила с Хосе Луисом, хотя она отрицала. Может, Хосе Луис? Нет, брат. Как может быть Хосе Луис? Если бы Хосе Луис узнал, что ты не миллионер, знаешь бы, что он сделал? Подал бы на тебя в суд. Прогнал из программы, выбросил с телевидения. Развел бы вас и женился бы на Эве. Это не он. Ты прав. Будь он проклят, Хосе Луис. Это не он. Тогда кто? Об этом знаем только ты и я. Может быть, это сделал ты, Густаво? Что с тобой, брат? Как ты можешь думать подобную глупость? Я много лет твой друг. И потом мне это невыгодно, понимаешь? Если я потеряю ее деньги, я также потеряю шанс для финансового возрождения. Ты прав. Если не Валентина, не Хосе Луис, не ты, не я, тогда кто? Может, ты сам? Кто? Может, ты говоришь во сне? Конечно, я не говорю во сне. Кроме того, если бы я сказал такой во сне, Эва сразу бы меня разбудила. Да, логично. Слушай, брат. Может, Эва сама догадалась? Не так трудно прийти к такому заключению. Меня удивляет, что она не сделала это раньше. Нет, нет, Густаво. Речь идет мне о подозрении. Она говорила с большой уверенностью, она знает детали. Кто-то ей сказал. И я хочу узнать, кто. Как хорошо, что вся семья снова вместе. Это лучшее, что может быть. Простите, я знаю, что я вам никто, но я чувствую себя членом вашей семьи. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Какая мудрая пословица. Подождите, я принесу фотоаппарат. Нет. Нет, Лорена, зачем? Зачем? Ни у кого нет дня рождения. Мы все некрасивые, Лорена. Неси аппарат, Лорена. Нет. Ну, все, все, все. Сядьте плотнее. Улыбайтесь. На счет три скажите виски. Итак, раз, два, три. Виски. Замечательно. Нужно было хорошее семейное фото, чтобы запечатлеть этот момент. Прошу тишину. Я скажу несколько слов. Коротко, коротко, коротко. Эдуардо. Я хочу воспользоваться тем, что ты здесь с моей семьей, чтобы поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал. Потому что семья Алонсо удалось возродиться из пепла только благодаря Эдуардо Саморе. И я хочу сказать об этом в присутствии жены и детей. Спасибо, спасибо, Эдуардо. Ешь. Ешь, сынок. Тебе это нужно. Спасибо тебе. Ну, хорошо, угощайся, сынок. Давай. А если она не у родителей? Если она с другим? С каким другим? Который рассказал ей наш секрет, брат. Который звонит тайком. Это Хосе Луис Ромеро. А если не Хосе Луис? Если это Хосе Луис, и она с ним, ты действуешь мне на нервы, Густаво. Эва меня не бросила, и она не с другим, и тем более не с Хосе Луисом Ромеро. Эва моя жена, она меня любит и уважает. Поправка. Она тебя любила и уважала. Теперь она знает, что ты ее обманул. Она тебя ненавидит и не уважает. Нет, это невозможно. Подумай хотя бы минуту. Что будет, если Эва действительно ушла? Что будет, если она наймет адвокатов и потребует свои деньги? Где мы возьмем эти деньги, если мы потратили их на оплату домов в Майами и на возвращение кредиток? Хватит, хватит, Густаво. Нет, не хватит. Потому что нам нужно время и деньги, которые мы должны вложить. Если Эва уйдет, наш план рушится. Нет плана, нет денег. А если нет денег, нет ничего. Замолчи, замолчи. Ты думаешь, я об этом не думал? Но я не могу поверить, что Эва пошла на такое. Ты правда думаешь, что она променяла меня на другого? Правда? Не могу поверить. Малышка, вот что ты должна была снять. Посмотри на них. Два сумасшедших делают работу по дому. Какой кошмар. Неси аппарат. Сильвия, оставь их. Я не знаю, как Эдуарда, но уверена, что Мигель изменился. Жизнь бьет Сильвия. И оставляет метки. У тебя не все хорошо? Потом расскажу. Мажордом, пожалуйста, везде должна быть чистота и порядок, а иначе забудь о чьих. Нет, 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 пожалуйста, Лорена, оставь это специалистам. После нас с Мигелем посуда будет сиять. Не знаю, сеньора. В мою эпоху этим занимались женщины. А мужчины вели беседы. Но в мире все так меняется. Они не позволяют мне пока. Мама, я не умру, если помою пару тарелок. Поскольку я закончил мыть посуду, я хочу кое-что сказать. Иди сюда. Минутку. Слушаю. Одну минуту. Эва, это Филиппа. Хочет поговорить с тобой. Скажи, что меня нет. Я потом позвоню. Говори, 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 не обращай на них внимания. Жюльет. Я узнал, что продается кабачок, знаменитый кабачок, который когда-то был твоим, Пако. Я решил купить его и вернуть его тебе, Пако. Фильм озвучен компанией Зон Вижн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова